Мамадолита Пвалдыев, он же Толик Казбек, он же азиатский лев, национальный герой Узбекистана, за поимку которого Гитлер назначил 50 тысяч рейхсмарок. Сегодня эта сумма оценивается в 380 тысяч долларов. Мамадолита Пвалдыев – герой Советского Союза. Своих наград и званий удостоен за бои по освобождению Беларуси. Мамадоли был старшим из шести детей в многодетной семье. Ему рано пришлось повзрослеть. После окончания четырех классов школы он вынужден был оставить учебу, чтобы помочь родителям. Работал трактористом. Когда он в 1939 году пришел в Красную армию, у него было одно важное умение. Он работал на тракторе. То есть его сделали механиком-водителем в специальных артиллерийском полку. То есть он отвечал за тягачи. Вообще он хорошо разбирался в технике, хорошо разбирался в оружии, все поломки полностью устранял. Но была одна проблема – он совершенно не знал русского языка. И его даже хотели сделать командиром орудия, но для того необходимо было изучить русский язык. И за два года, с 1939 по 1941 год, он только наполовину выучил русский язык. Сам он об этом говорил часто и признавался. Его хотели сделать командиром орудия, но 22 июня началась Великая Отечественная война, и его полк был разгромлен и под Барановичем не попал в окружение. Измученный и голодный он вместе с боевым товарищем белорусом Иваном Рыльковым несколько недель добирался по оккупированной территории до деревни в Круглянском районе, где жила мама Рылькова. Она приняла узбекского юношу как родного сына, а труднопроизносимое имя женщина заменила на более понятное – Толик. С тех пор у нее стало двое сыновей. Чем отличился Мамадали? Тем, что он пошел вместе с другом в партизанский отряд, и началось вот его действия. Это отряд чекист, который потом превратился в бригаду, и там он был командиром разведки. У него были очень ценные моменты, он мог десятки проходить как километры, он был очень выносливый и обладал фотографической памятью. Он, значит, все записывал, что увидел, мог буквально дословно перенести с помощью карандаша, записать все подходы и так далее. В белорусском подполье было жарче, чем под узбекским солнцем. Мамадали лично пустил под откос пять вражеских эшелонов и еще 14 со своей группой. В рукопашных боях уничтожил 76 противников, взял в плен одного немецкого генерала и огромное количество офицеров, которые выдавали ценную для победы информацию. Был случай однажды, что узнав, что среди гитлеровских коллаборационистов есть узбеки, он к ним пошел и 27 узбеков с собой привел партизанский отряд с оружием и с документами, то есть сумел их переубедить. То есть в этом плане такой человек удивительный был. Его часто называли призраком, азиатским львом, освободителем Белоруссии и так далее. В итоге после того, как Беларусь была освобождена, 15 августа 1944 года, за все эти подвиги, которые он совершил, когда он был партизан, ему присвоили звание Героя Советского Союза. В дальнейшем он продолжал некоторое время жить в Минске, работал здесь простым водителем, но потом поехал на родину, возглавил нищий колхоз и очень быстро вывел его, стал он колхозом-миллионером. Несмотря на то, что Мамадолит Валдыев после войны вернулся в Узбекистан, он продолжал поддерживать тесную связь с Белоруссией, которая стала для него второй родиной. Навещал и свою вторую маму. В знак благодарности узбекский Толик построил ей кирпичный дом, в котором до сих пор живет династия Рыльковых. Каждый год приезжал сюда, к Белоруссию, у него здесь были друзья, многих своих друзей даже туда, в Узбекистан он перевез и так далее. Так что вот очень такой интересный был человек, настоящий друг Белоруссии. И в целом он даже застал тот момент, когда был создан музей Великой Отечественной войны, сохранились некоторые его вещи в музее Великой Отечественной войны. Это был старый еще музей, который был на площади Октябрьской, которого сейчас нет. Но есть фотографии, где в 1966 году он приезжает в этот музей, он застал в этот музей и со своими боевыми товарищами там снимался. Сегодня имя Мамадали Тупалдыева увековечено в названиях улиц и школ многих городов и поселков Узбекистана и Белоруссии. В историю Мамадали навсегда вошел как сын двух народов – узбекского и белорусского.